Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! На прошлой неделе у меня было видео, где я показывала посылку с интернет-магазина. Я заказывала ультразвуковую мойку и еще другие средства, и мне прислали гель-лаки Блюскай в подарок. На сайте Лакбари акция за каждые 1000 рублей 1 гель-лак Блюскай в подарок. Очень приятный бонус, и сегодня буду некоторыми оттенками делать покрытие. Кстати, ультразвуковой мойкой пользуюсь, очень довольна. На твизере ножнички Пушер перестала в ней мыть, а вот фрезы просто шикарно моются. Вся набывшаяся пыль уходит. Фрезы на порядок лучше стали работать. Кто не видел мой обзор ультразвуковой мойки, ссылочку на него оставлю в описании под видео. Вот мои новенькие оттенки. Ссылку на интернет-магазин Лакбари оставлю для вас в описании под видео. На сайте хорошие акции на сухожар. Кстати, есть прям набор для стерилизации и дезинфекции. Тоже по акции. И много чего другого нужного в нашей работе. Переходите, возможно, найдете то, что давно хотели. А еще в подарок и гель-лаки получите. А я перехожу к работе. Это моя работа. Видео есть на канале. Кому интересно, как обычно, ссылку оставлю в описании. Убираю старый материал и корректирую длину. Пилочкой выравниваю торец. Пилочкой выравниваю торец. Апельсиновая палочка. Отдвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман. Учищаю птерики. Пилочкой выравниваю телефон. По данным вопросам. Уч piecey flash Interviews. Продолжение следует... Продолжение следует... На подготовленные ногти наношу праймер. Праймер высох. Наношу грунтовочный слой базы тонко и сразу на все ногти. Продолжение следует... Укреплять ногти буду гелем. У клиентки постоянные проблемы с уголками и мне это порядком надоело. Решила укрепить гелем. Это достаточно бюджетный гель, но по своим качествам он не уступает более дорогим своим коллегам. Консистенция геля густая. Он не так быстро растекается, как привычная средняя консистенция. Но есть и другая сторона медали. Гель абсолютно никуда не затекает и не растекается. Ведет себя очень послушно. Прола этот гель также на ламбре. Ссылка будет в описании. В банке гель смотрится с розовым оттенком, но на ногтях прозрачный. Ссылка будет в описании. Убираю липкий слой и опиливаю. Гель твердый материал, а твердый материал я практически всегда опиливаю. Хотя опилом это трудно назвать. Просто слегка скользящими движениями прохожу фрезой по ногтю, выглаживаю его. И убираю толщину с внутренней части ногтя. Основной цвет клиентка выбрала А39. Рыслы. Фон под дизайн А82. И дизайн. Цвета для листьев буду наносить акварельными капельками. У меня от Риск. Также брала на лакборе. Хорошо отжимаю кисть. Прям вот хорошо отжимаю. Если нужно, то бумагу убираю лишний материал. И в хаотичном порядке наношу цвет. Если кисть не отжать, то капля капнет и прям растучится на весь ноготь. Будет клякса. Дизайн уже не получится. Эти капли сохнут на воздухе. Высыхают очень быстро. Так что сразу черной гель-краской прорисовываю контур листьев. Продолжение следует... Хочется добавить блесточки. Наношу базу. И прикладываю блестяшки. Перекрываю основной цвет глянцевым топом. А вот ногти с дизайном прикрываю матовым топом. Теперь глянцевым топом выделяю блесточки. И посмотрите, какие офигенские получаются капельки дождя или росы. Супер! В прошлом году я такие капельки делала, но совсем о них забыла. По-моему, такими капельками намного интереснее получается дождик, чем обычными каплями топа. Ну вот, листопад готов. Все ссылочки будут в описании. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных дизайнов. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня!